23 и 24 июня пройдет 14-й саммит БРИКС под китайским председательством в режиме видеоконференции. Ключевой темой станет содействие качественному партнеру БРИКС начала новой эры глобального развития. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики обсудят сотрудничество в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Тороны также рассмотрят актуальные региональные и международные вопросы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита. С каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировую арену неуклонно повышаются. Это объективный процесс, поскольку государства пятерки, это хорошо известно, обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. Страны, которые входят в группу БРИКС и до сих пор не поддерживают американские и европейские санкции, против России и не собираются вступать с Россией в конфликты или ограничивать торговые отношения. Поэтому саммит подтвердит такую направленность политики всех государств БРИКС. Днем ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с видеообращением для представителей «пятерки», где заявил, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС прорабатывается. Также было заявлено, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. Владимир Путин указал, что расширяется и российское присутствие в лидирующих странах. Растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию. Также Россия экспортирует государство БРИКС значительные объемы удобрений. Помимо вышеупомянутого, президент отметил, что в настоящее время страна активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров. В первую очередь на страны БРИКС. Доверие к американской валюте снижается. Это вызвано в первую очередь тем, что Соединенные Штаты являются самым крупным должником на международной арене. Их самый большой государственный долг, в первую очередь перед Китайской Народной Республикой. И в этом смысле в настоящее время эти доллары, которые печатаются в Соединенных Штатах, они в значительной степени не обеспечены каким-то золотовалютным или иным потенциалом. И, естественно, рассматривать сегодня доллар как единственную или как основную единицу международных расчетов – это неверный подход. Члены БРИКС считают необходимым пересмотреть вот такую ситуацию и предлагают идею новой валюты, которая будет достойной альтернативы и доллару, и евро. Кроме того, президент России Владимир Путин анонсировал появление на российском рынке индийских ритейлеров. Было заявлено, что в условиях санкций страна развивает отношения с надежными международными партнерами. Глава государства не уточнил, о каком именно ритейле идет речь. В Индии имеется несколько крупных сетей, и в этих магазинах продается как еда, так и одежда и электроника. В России цены будут явно завышены, нежели в Индии из-за логистики. Главное, чтобы у индийского бизнеса возник интерес к нашему рынку. Екатерина Аскарова, Универньюз.